друзья привет в этом видео у нас будет три бренда mazda nissan и mitsubishi допустим mitsubishi актуален на россию pajero в мазде тоже 1 2 модели вниз они наверно только patrol в общем интересное будет видео тоже про машины тоже про технику из дубая из по моему самой передовой страны в плане технологий сейчас ну что пошли очень стильно сделанный салон встречаются и eclipse cross outlander и монтера стильно стильно продается кстати говоря допустим японии ты в каждом шоуруме можешь купить кульба три бутику волки и кружки и вот только у митюбиша я вижу подобное других ребят не было я думаю можно что-то взять на подарочки мне нравится как шоурумах они делают эти вот приговорные кабиночки то есть здесь что-то крутится про материалы стоит компьютер и вот люди менеджеры общаются с покупателем отвечают на их вопросы и так ну что у нас у всякие айс иксы у нас тут outlander и так ну вот допустим смотрите outlander на 2 и 5 моторе передний привод но в россию мы же знаем что интересно на россию outlander и печь и винный к сожалению здесь нету это clips у точнее то есть у меня просто в голове эклипсия хочу его подойти по сути двухлитровый мотор передний привод на режим салоне кожи не перфорим ну все симпатично сильные чеки дешевле еще один outlander семиместные 4 в.д. не гибрид 2 4 мотор 4 воды салона скомбинированная тряпка но алькантару быть по центру outlander и все равно интереснее на фамбурге что что китайцы 2 раз уже китайцы кстати говоря китайцы вообще здесь не представлены в дубае здесь никому не интересны то есть они да здесь где-то там вот продаются одной такой маленький процент что но я не видел на дорогах ни одного в общем они под одной крыши тут еще и начали китайцев продавать так вот сколько стоишь неужели 62 тысячи дирхам когда это всего лишь там миллион четыреста так вот такой вот минивэн похож на одиссей либо на такой это ближе к одиссею мониторы сзади семиместный салон приятный что это у нас экспайнер полтора литра ну то есть это копия и лога тойота скроли бараша но только здесь конечно поинтереснее и внешне и фара какая это у нас эклипс кросс такой красавчик но тоже он не имеет смысла завозить его то есть это не тот внедорожник допустим как тот же rav4 rav4 очень популярный поэтому его имеет смысл рассмотреть из китая из европы из эмиратов и новые даже бушные но к сожалению эклипс кросс полтора литра передней привод их нужно брать если вам нравится их нужно брать на правом деле но если есть любители конечно же не заплатят любую цену за левую аутлендер и не здесь не печи ве то у нас последнее поколение присесть честно говоря который бы пахнет почему так реально рыбы так но все приятненько приборочка мониторы здесь вот эти режимы езды но это прям настоящему дорожник пульт управления неплохо стаканчик крепильница 2 и 5 4 воды есть 2 и 5 есть 2 и 4 монтера но это поджар митсюбиши монтера монтера спорт кто не знает монтера это тот же самый pajero абсолютно идентичный просто это название было придумано для американского рынка чтобы продавалась получше то есть там что-то с названием у них именно в америке что-то у них там какой-то затык был вот ну блин то что за запахи в этих машинах то рыбой то непонятно чем вообще классический селектор три пятом моторе бензиновом на мониторах у него красивый 7 местный ребята интересуются он всем мире знаете все приходят с семьями смотреть вот уже какой салон наблюдаем все приходят с детьми то есть полным своим семейством дети прыгают и следует машины друзья ну что митсюбиши не порадовал наличием pajero классического но они есть они продаются у неофициалов если вы хотите себе узнать стоимость его трехлитровый либо 3 8 бензин внизу будет цена на эти тачки друзья следующий авто бренд японский это не сам я почему-то кроме патрула не нахожу других моделей которые интересны для привоза красиво вся левая часть салона занимаем патрулы постричь от этого красавчики по ценам так давайте посмотрим 210 тысяч это четырехлитровый самый базовый я сам просто это всем там 4 500 выходит но тут цены уже начали увеличиваться все четырехлитровый так вот уже пошли 5 6 старт 290 тысяч это примерно где-то будет шесть полный миллионов рублей уже старт за и настоящую патрула ну и вот самый топовый низман стоит 398 500 это он выйдет ну где-то 9 500-10 миллионов это себестоимость дубая плюс еще провоз плюс еще раз таможка то есть там все 12 13 миллионов красивые тачки здоровенные красивые низма конечно шикарен шикарен кусачек комбинированное сиденье кожа очень кстати хорошее решение для дубая что тут элемент карбон алькантара кстати вот прям хорошо хорошо именно по материалам по каким-то монитором черный потолок продувом качество отделки материалом абсолютно не уступает комбинированное сиденье десятому либо трехсотому грузерам продают всякую молочевку красавчики тойота вообще ничего не продают не откроется и опять что мы видим фартфон так вот еще тут патрон кстати говорят уже но людей хватает писания и nissan занимает третье место по продажам после тойоты и mitsubishi имейте ввиду то есть это не хохре-мухре это третье место в дубая отдельный зал стоят машины и x-trail и x-trail и x-trail и всякие патроль чеки все новенькое красавчики стоят патрол конечно очень удачная машина и благодаря нее эти ребята в дубае очень плотно держится и опять вот среди вот этих здоровенных джипов ходят ребята в белых одеждах арабы и присматривают себе машину то есть тут прям культ на большие внедорожники так это нас встречает на выходе патрол супер сафари по красавчик давайте посмотрим сколько стоит стоит он 162 тысячи это старт соответственно цена 3400 такой вот выграя старая школа старая школа но на новый мотив посмотреть как все сделано салончик мой запах вот не то что митсубиши там просто реально рыбой пахло блин классная . классная кей идем дальше по спандов тоже популярная машина абсолютно почему-то в поле зрения моё не попадала но там на 2 и 5 дизельном моторе вообще просто сказка была версия 3 5 литра бензин в 6 3 не привезли 58000 гирхам примерно 3300 он стоит новый вы так какие-то еще детали особо ничего не написано все-таки дизелей нету кто тут под комплектация но самая дорогая 200 а вот школьный прио 213 тысяч гирхам то есть это где-то 4 300 он получается новый и вот самая бюджетная версия 170 170 это уже это уже идет с комплектация но в общем самый старт 3 300 и самый дорогой еще раз где-то 4 4 300 7 местный 35 бензин стрел своим кузове пикстера чем-то напоминает мне джикса так смотрите у нас самый старт 104 тысячи но это вообще хорошо это 2 миллиона 100 тысяч рублей и там самая дорогая комплектация 143 то есть это выйдет 3 миллиона рублей то новый плюс чего завести и раз то может но не сам популярный машина далеко я вообще вот на дальнем истоке я вот ее не встречал 2 и 5 7 местные полного приводной бензин как это у нас версия до 2 и 5 4 периода с третьему прям очень достойно это прям конкурент хайлендер у но не может блин ну что когда вы сделать селектор и хорошая симпатичная все равно все венессановский стиль но ну прям даже где-то по высоте крыши поинтереснее хайлендера но прям крупногабаритный крупногабаритный кроссовер 7 местные 4 вдс 2 и 5 бензин так эта машина называется nissan urban не urban urban urr его то есть но в общем это караван как бы не называли я это буду называть караван так 2 и 5 передний привод закрыт к сожалению а и судя по установке то есть это ревка вот самый старт что за него 8 7 500 где-то миллион 800 за вот такого работягу nv350 как бы они его там не называли от караваны так здесь какие-то можно собрать себе патрул супер сафари может посмотрели классно что делают воды сипов сколько стоит 162 тысячи ну да цена не отличается от того только тот модники нарядники сани очень популярная машина на дорогах очень много и и тима 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 максимум а вот и файл леди z знаете кого не хватает никого не хватает конечно же гетер не хватает но ладно хотя бы посмотреть файл сколько ты стоишь и 205 то есть она стоит там 4 200 4 200 так на таком она тут моторе идет трехлитровый бензин 205 винтурбан очень интересная было бы прокатиться тачку и литра задний криво без конкурент я бы я думаю это конкурент супы и о блин у нас у прито нету палки а здесь то есть все можно пощелкать коробочку конечно коробки это машина поинтереснее датчики так как она twin turbo у нас тут и буст будет в общем температура масла все тут выводится но на самом деле очень приятно и сиденья на нормально кнопочку смотрите куда вы или всякие избит порты тайп си прям прикольно прям хорошо и что подогрева а продувай алё мы в дубае здесь 40 на улице черная крыша заднего сидения нету ну то есть это это вот прям прямой конкурент супры ну то есть и там за свои 4 миллиона рублей кстати говоря и супра стоит это выходит тоже 4 миллиона рублей они прям реально конкурируют но что не супру что не файр леди я никого не видел из них на дорогах эмиратов так но вот эти тачки они ну вот классические седаны они не особо интересны выключен монитор они не особо интересные максима 35 литров ну зачем зачем когда есть такие машины как honda легенда и вот эти вот три пятые максимум и на левом руле абсолютно не интересны в россии когда есть крауны есть легенды можно привести аккорда и причем я уверен то что аккорд есть все равно веселее чем этот 3 5 не сам в общем что грубо говоря можно прикупить файр леди можно прикупить себе nv350 если вам нужен леворубный фургон для работы и почему-то вы выбираете не ахайс и можно прикупить в принципе x-trail на левом руле и завозят с европы с эмиратов все-таки чуть-чуть дороже в общем если вам какой-то nissan заинтересовал вас он вам нужен вам интересен на левом руле нажимать на ссылочку пишите ребятам они вам скинут предложение вот этих вот тачек самые интересные которые есть в этих странах ребят ну как мне шапочка от mazda по моему идет ребят ну что крайний шоу-рум который я сегодня посещу сейчас посмотрим модели какие-то возможно будут интересны на рынок рф но на самом деле мазды с левым рулем вести из дубая нам ни одного не приходило запроса потому что у тебя есть япония то есть и все даже большие кроссоверы они везутся на правом руле и там маза cx-5 маза cx-8 маза cx-3 то есть это самые популярные модели люди не вмешаются правым рулем и когда мазда ушла из россии она и собиралась на солерсу то есть она проигрывала японской сборке поэтому ну как бы левый руль прям для мазды но вообще был как скажем не проблемой то есть правда на левом либо на правом руле вот это еще был вопрос есть вот тут всякие пушки ладно пошли смотреть пушки от мазда мазда cx-9 так ну сколько ты стоишь сама не указана 2 и 5 бензин ну все красиво да да все классно полный привод кстати говоря мазду причем на поискать на дорогах и так мазды по большей части церемонт и саверой 6 5 все равно cx-5 надо покупать японии потому что это все равно это масс-маркет который не целесообразно вести до что я все дергаю пятую дверь они не открываются никогда потому что они на электро звонки машины стоят без аккумулятора без питания и их не открыть так цен не указывают нас все спрашивает мазда cx-5 2 и 5 бензин 4 на 4 после такой за мазду на левом руле которую собирали не на солерси все классно все прикольно кнопочки 23 год новая машина так это у нас какой-то cx если не ошибаюсь да это cx 30 тоже не привозили тоже но я не знаю 2 литра бензин передний привод так хочу посмотреть их с девятым там мужчины и очень-то по стихи какой закат как это мужчина выглядит закатным свете маза cx-9 это вот уже такой серьезный просовер перфорированная белая кожа ну все по-мазовски не особо что-то отличается в двадцать третьем году 2 и 5 бензин маленький люк маленький маленький монитор чик проекции не вижу на левом руле тоже сейчас мазда идут с европы но небольшой выбор на самом деле так идем далее малышка cx-3 пресно здесь полторашка бензин либо полторашка дизель у нас здесь вообще двушка бензин кстати говоря интересненько до 2 литра бензин мазда 6 так тензо нальем руле в принципе и все ребята как бы весь ассортимент ну как бы вести нечего ну то есть из дубая но особо не цель собрала что-то вести даже cx-9 то есть проще купить на правом руле японскую сборку там года двадцатого тем более сейчас новые модели по выходили интересные на новых дизелях там они постоянно дорабатываются моторы поэтому что-то покупать отсюда на левом руле честно говоря не вижу смысла а вот тойоты и другие бренды дорогие большие внедорожники какие-то американцы какие-то гоночные тачки вот отсюда милое дело друзья мои ну что все прошелся по брендам понял то что в принципе кроме pajero кроме покрова кроме еще пары моделей не имеет смысла ничего вести с дубая ребята и напоминаю все цены которые были под этим видео которые я озвучивал в этом видео голосом это цены за новые автомобили у дилера но также есть еще не официальные продавцы которые ту же самую модель новую того же рабчика там не знаю того же pajero монтера они могут продавать ниже чем у официала это новая машина будет просто по внутренней игре какой-то они почему-то продают еще тем более есть еще был рынок 21 2 2 года с пробегом 10 или 5000 можно купить с очень хорошим дисконтом автомобиль но это будет отдельное видео про был автомобиль и про большой авторына любая ребят поставьте лайк подпишитесь на канал напишите в комментариях вообще что думаете про левый руль в дубае может что-то брали в аренду что-то привозили сосед привез в общем любые комментарии за отчет ребята жду вас внизу пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля